ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Литвую или Латвию не так интересно, потому что Литва и Латвия являются лояльными членами Евросоюза и НАТО. Никаких трений между Брюсселем и Латвией и Литвой, насколько я знаю, не существует. Чего не скажешь о Польше, с которой довольно сложные отношения у Брюсселя в свете некоторых решений польского правительства, там еще специфическая среда. И сейчас, атакуя именно Польшу, ну то есть условно, предположим, стали бы атаковать Литвую и Латвию. Ну что, ну по идее вся Европа и все НАТО должны прибежать на помощь, потому что как, обижают наших лояльных, последовательных людей, с которыми у нас нет никаких стран. А Польша, она тут противопоставила себе Брюсселю по ряду важных вопросов. Там наши законы важнее Евросоюза, по судам, по абортам. То есть Польша как бы находится в сложных отношениях с Евросоюзом. И, конечно, поэтому для того, чтобы внести еще больше раскол в отношениям при Евросоюзе, очень хорошо давить именно на Польшу. Кроме того, есть и другая, гораздо более прагматичная вещь. Довольно сложно, очевидно, людям в Курдистане продавать идею путешествия в Германию через Латвию. Потому что если они посмотрят на карту, то они обнаружат, что если они попадут в Латвию, то им придется идти сквозь Литву и ту же самую Польшу. Если они попадут в Литву, то им придется идти в Германию все равно через Польшу. Соответственно, кратчайший маршрут, он все равно через Польшу. То есть если вы продаете человеку торшут в Германию, продать им этот маршрут через Латвию, согласитесь, довольно сложно. Но если он совсем не какой-то дегенерат, а у дегенератов обычно нет, несколько тысяч долларов на вот это путешествие, то, скорее всего, он скажет, нет, я туда не поеду. Вот тут прямой вот, видишь, вот Польша. Ладно, какая-то Польша, я не знаю, что это за Польша. Но тут понятно, где Германия. С успехом в Швецию можно отправляться. Поэтому я думаю, что угроза именно Ватвии, она минимальна в данном случае. И даже Литве, очевидно, минимальна. Потому что Литву он уже пытался таким образом долбать. И как-то от этой мысли, к счастью, ну не то чтобы совсем отказался, но пока на стрее атаки находится Польша. И вот по тем причинам, по которым я сказал. Ну, кстати, британский Foreign Office ведь выступил с заявлением, если я не ошибаюсь, министр как раз заявил о том, что Россия, возможно, все-таки причастна. То есть вы не согласны, получается, с тем, что Россия здесь как бы немного... Я согласен, что она крышует это дело. Потому что если Путин был против, он бы, так сказать, был против. Мы видим, что, к сожалению, вот я для меня, как для гражданина России, большое сожаление, что российские официальные лица высказывают эти вот абсолютно идиотичные теории. Собственно, это что Путин, с чего мы начали, сказал, что, дескать, Европа сама виновата. Ну, подождите, ну как же она виновата? С чего вдруг на территории Беларуси оказалось такое количество людей из Курдистана, из Ирака? Раньше ведь такого не было почему-то. Почему такого не было два года назад, например? Что там, лучшей ситуации, что ли, в Курдистане было? Нет. Почему тогда не летали самолеты из Курдистана в Минск? Почему тогда-то иммигрантов не штурмовали границу Польши? Почему? Что изменилось? Что Европа с тех пор резко разбогатела, и люди вдруг услышали и побежали, что ли? Нет. Очевидно, что-то произошло другое, что этих всех людей вдруг, они все нарисовались на территории Беларуси, причем, как мы уже говорили, при явной поддержке белорусского государства. А роль России в этом вопросе очень простая. Она крышует Лукашенко и подчеркивает, что в обиду его не даст, что бы он не вытворял. Плюс, действительно, официальные лица России повторяют эти все глупые теории, что, дескать, европейцы, поляки сами виноваты, они, дескать, разрушили иракское государство, и из-за этого теперь на самолетах люди из очень спокойного, кстати, там никакой войны нет, иракс и Курдистан, кстати, самая спокойная часть Ирака, насколько я понимаю, из Рыбиля летят в Минск, чтобы пойти в Германию. Почему здесь вообще Польша, и в чем вина Польши в этой всей ситуации, не очень как бы понятно. Но здесь очевидно нет никакой логики, это просто демонстративное вранье, такое, как Путин любит. То есть цинично нести какую-то пургу и наслаждаться тем, как люди с удивленными лицами слушают, а ничего возразить-то не могут, потому что он же ни с кем не спорит. Он же не за столом переговоров это говорит, он в режиме монологии это говорит, и возражения не принимаются. А те, кто его слушает, только кивают и одобряют. Вот, собственно, о том, что там сказал Хорин офис, об этом тоже узнают только те, кто очень хотят это узнать. А кто это придумал? Потому что приходится слышать и такую точку зрения, что, опять же, понятно, что недооценка это не очень хорошая вещь, но, тем не менее, что Лукашенко на подобные операции не способен, потому что не хватает интеллектуального потенциала у его окружения. То есть, а вот как раз у Кремля, где есть группы, которые такие спецоперации, создают как раз этого достаточно. Вот что вы думаете об этом? Действительно ли этот креатив принадлежит команде Лукашенко? Или все-таки это разрабатывает, а потом его рекомендуют, а он уже реализовывал? Значит, придумал все это Эрдоган. Если уж так правдиво засмотреть, схему с травлей Евросоюза значит толпами беженцев придумал президент Турции Режепто Ибр Эрдоган. У него в Турции, если кто не знает, живет 3 миллиона сирийских беженцев. Потому что большинство сирийских беженцев дальше Турции не убежало всего ряда причин. Поэтому, когда Эрдогану хочется как-нибудь нагадить или напомнить о себе Европе, или нагадить нелюбимым турецким государством Греции, он берет и перебрасывает границам Греции энное количество вот этих вот беженцев несчастных и наслаждается тем, как корчится Греция, как бьется, значит, в истерике Евросоюз и так далее. Поэтому, если мы ищем автора этой технологии, то он известен. Это Эрдоган. А для Эрдогана, кстати, этим грешил покойный Каддафи, который в какой-то момент, у него там разные были шубы, его тоже как-то накрыло шубу, что он там собирался способствовать вот этим людям, которые на лодках там в Италию плывут. То есть, это не новость вообще, это абсолютно не новая идея. И тут не надо быть каким-то гениальным Путиным, чтобы придумать эту идею. Технологии давно уже вообще-то придуманы. И Лукашенко вполне мог и сам до нее додуматься. И еще раз, в роль Путина, она есть только в прикрытии, Лукашенко. Но ведь он его прикрывал и во всех других историях, начиная с истории Спарта Севича, не начиная, точнее, начиная с истории всех этих разбонов, Минска и так далее. То есть, тут прямо делать вид, что Путин диктует Лукашенко повседневную стратегию. Опять же, все тот же пример с газом. Если Путин ему диктует и прессовая темники, что же он тогда заболтался и прогасно говорил? Выходит, что Лукашенко все-таки сам импровизирует, и Путину периодически даже приходится его успокаивать. Поэтому я думаю, что эта схема с завозом беженцев, она, если и была, подкинут, так сказать, Лукашенко кем-то. Совершенно не факт, что Путин. И Путин мог сказать, ну попробуй что-то. Интересно посмотреть, как будут реагировать на это все безобразие наши европейские партнеры, что называется. Но вот я прям не вижу, что это какая-то, что вот сидит такой ни в чем не повинный дурачок Александр Григорьевич, а за его спиной там какие-то люди из России прям всю эту схему разработали, запустили вот этот авиамост и так далее. Слушайте, ну зачем, так сказать, зачем делать вид, что Александр Григорьевич это невинная овечка, несчастная жертва там путинского цинизма. Александр Григорьевич дольше Путина сидит на своем посту и уж кто может давать уроки цинизма и подлости, так это Александр Григорьевич Лукашенко. Он сам Путина может получить гнусным, так сказать, выходком, на который он мастер. Поэтому тут я бы все-таки, не то чтобы я защищал Путину, паси Боже, но я вот, честно сказать, немножко меня это удивляет, что с какой готовностью люди готовы убрать за скобки Лукашенко и свалить все на Путин. Нет уж, давайте будем иметь в виду, что контролируют силовиков, аэропорты, паспортно-визовую службу, посольство, контролируют Александр Григорьевич Лукашенко. И этот весь кризис в организационном плане создан им. Вот и все. А придуман эта идея, я уже сказал, была задолго до Лукашенко со всем другими людьми и успешно опробовалась, как минимум, ну насчет Каддафи я сейчас точно не уверен, но там все-таки море. А вот именно посоху люди перебирались. Пожалуйста, Эрдоган. Эрдоган. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, это Юлия из Новосибирска. Здравствуйте, Вадим, Федор и все гримчане. Конечно, виноваты, ну это я уже, конечно, дослушала, что Федор говорил. Конечно, не только Путин виноват. Лукашенко такой же садист, как и наш Вова. Просто, когда беженцы, действительно беженцы, бежали от войны через Средиземное море в Европу, это было одно. А когда их насильно, ну, то есть, привозят, обещают им, выписывают путевки, отели, выдают оружие, между прочим, и говорят еще, что там из-за ДНР привезут какие-то оружия, это уже совсем другое. Понимаете? Это одно. Но я хотела не про... Я хотела спросить, вам не помните, что Путин хочет легализации Лукашенко именно для того, чтобы официально и под каким-то там легитимным образом признать вхождение Беларуси в состав России? И еще одно. Вот мое мнение, что мне кажется, что должны... Ну, что вот эта вот вся суматоха ради того, чтобы напасть на Украину. Как бы отвлечем все там мигрантами, каким-то кризисом, бедным детям, этим растятым мальчикам. У вас сложная очень какая-то конструкция в голове. Во-первых, я говорил про то, что цель всей этой идеи легализовать Лукашенко как главу Беларуси для начала. Какой там дальше план? Понятно, что Путину неплохо бы для поглощения Беларуси иметь в голове Беларуси легитимного признаваемого руководителя, потому что поглощать Беларусь санкции никому, никем не признавая Лукашенко, это довольно грустно. Все остальное, это, честно сказать, мне не очень понятно. И это, как я это называю, украинская пропаганда, потому что украинская пропаганда сводит все к тому, что в центре всех мировых проблем стоит захват Украины. Что бы где ни происходило, от ромяно-азербайджанского конфликта до кризиса на границе Польши, всегда цель захватить Украину. Я не очень в это верю, потому что и Украине, скорее всего, ничего не угрожает, потому что там то, что заявили украинские пограничники, что они будут там останавливать толпы беженцев, да что-то я не слышал, чтобы толпы беженцев собирались в сторону Украины, например, что они там, собственно, делают. И причем здесь ЛДНР, и про завоз оружия пока ничего не слышно, потому что Лукашенко тоже не такой дурак, чтобы на свою территорию завозить оружие, раздавать его, извините, кому попало. Монополия на оружие в Беларуси принадлежит его силовикам. Поэтому давайте отбросим все вот эти думы свои и скажем, что Украина здесь это абсолютно другая история. Не знаю, что обвинять в чем-то беженцев и говорить это другое, что беженцы не другие. Люди имеют полное право жить там, где они хотят. Если им предложили вариант переехать в Германию и сказать, что это легальные законы, почему же они не должны были поехать? Я вот не очень понимаю претензий к этим людям. То, что вообще нашим народам свойственна какая-то легкая ксенофобия и рассуждение на предмет того, что не надо их пускать в Европу, меня это всегда удивляет, если честно. А почему, собственно, мы должны решать, кого пускать в Европу а кого нет? По-моему, это должны решать немцы, немецкое правительство, польское правительство, литовское, матвийское, кое угодно. А вовсе не люди, которые говорят, нет, вот зачем их в Европу пускать? Кого хотят, то выпускают. Это вообще европейское дело. Ну, а в целом, да, еще раз говорю, концепция, то, что все это для легализации Лукашенко, да, я с этим согласен. Ну, что касается Украины, потому что, вот, и Пиантковский, в частности, говорил о том, что сейчас судьба региона решается в Украине, политолог и эксперт, которого вы тоже знаете. А вы считаете, что это преувеличено, да, судя из вашего ответа, что Украина сейчас не находится? У меня нет никаких личных претензий, я совершенно и понимаю, украинские эмоции отношусь, но вот делать вид, что что бы ни где не происходило, всегда в центре проблемы стоит Украина, нет. Ну, просто это странно. Хотел бы он захватить Украину, слушайте, когда он хотел захватить Крым, что-то я не помню, чтобы он долго это анонсировал, пытался зайти через Беларусь, еще что-то не взял и зашел, как бы оттяпал. Обычно, понимаете, вот мне очень удивляет эта манера, что уже сколько, год, наверное, начний год, с 14-го года нам каждый день кричат, Россия собрала войска на границе Украины и сейчас вот-вот ее перейдет. То есть, я понимаю, для чего это делается, но ведь есть сказка, которая есть у всех народов про мальчика, который кричит «Воуку-вок». Сколько можно кричать «Воуку-вок»? Это кончится тем, что когда Путин действительно соберет войска и захочет это сделать, все уже скажут, мы уже 5 лет слышим ежедневные анонсы войны, ее не случилось. Поэтому, ну зачем сейчас, к чему сейчас ожидать войны с Украиной в той ситуации, когда на самом деле кризис происходит в другом месте и Путин еще внимательно на него смотрит. Я думаю, что украинские политики очень талантливо, ну, нет, они думают, что очень талантливо, мне не кажется, что это очень талантливо, пытаются любой кризис, происходящий в отношениях России и с кем-либо вписать туда свою проблематику. И Украина. Это угрожает Евросии и Украине. Это угрожает Польше и Украине. Значит, тра-та-та, и Украина. Идет война Азербайджана с Арменией, значит, Украина здесь тоже при чем-то, там, я помню, там, какая-то сложная конспирология, что если Армения, дескать, это Путин, Азербайджан это демократия, если проиграет Армения, это поражение Путина. Слышали такие высказывания. Сейчас про это уже никто не вспоминает, потому что, как выяснилось, та война вообще не имела никакого отношения ни к чему другому. Поэтому давайте не будем валить все проблемы в одну кучу. И судьба Беларуси, она зависит от белорусского народа, от того, насколько белорусский народ готов оставаться пассивным или активным в политическом смысле в этой ситуации. Если люди будут молча терпеть это все безобразие, я не обвиняюсь в никого, не призываю ни к чему, потому что я не нахожусь, я не в Беларуси, не нахожусь в Беларуси. Но я просто вижу, что задача вернуть Лукашенко в легальный лидер, а потом, да, возможно, он как легитимный и признанный Западом лидер Беларуси подпишет все нужные Путину бумажки и подарит ему Беларусь. Потому что в нынешнем положении любые бумажки за подписью Лукашенко они крайне сомнительны. Путину не нужна Беларусь за подписью Лукашенко. Ему нужна, чтобы была подпись человека, с которым европейский лидер разговаривает. Вот в чем тайна. Ну что ж, у нас еще есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как позовут, и откуда вы? Иван, сейчас во Франции я нахожусь. Да, Иван, слушаем вас. Вот я зашел, слушаю вас, и понимаю, что вся ваша конструкция, то, о чем вы говорите, она полностью завязана на Путине, на Лукашенке. Вот убрать этих людей, я даже не знаю, о чем бы вы говорили. У вас бы, наверное, тем бы для разговора не сдавалось. Иван, у вас есть вопрос конкретный? Иван, у меня очень большая духовная жизнь, я отношу к ним, о чем говорить. Вот смотрите, вот все отлично понимают, что никакого Путина не существует. Существует просто клон человека, который выполняет все правила. Я думаю, что мы выключим сейчас вопрос. Это просто больных людей все больше и больше. Осень и обострение, это тяжело всегда. Ну что ж, отпустим вас. Спасибо, Федор, что нашли время и вышли в прямой эфир нашего стрима. Спасибо.